Борьба всегда ведет к тому, что проиграл тот, кто проиграл. Он понимает, на каком он уровне сознания, что его метод жизни бьет ему шишку. И именно борьба ему либо с помощью другого, либо жизнь его учит. А жизнь всегда учит. Да, жизнь всегда. Жизнь бьет шишку, и человек понимает, что он не идет. Самое интересное, что так интересно устроено, у тебя забирают то, что тебе дорого. Ну да, это еще библейское... Блин, это супер. Это к чему говорит? Не то, что надо пофигистически быть, не привязан к чему. А мы говорим, что мы принимаем любые события. То есть отношение ей и отношение я. То есть мы в этом вольны. То есть ты берешь управление в свои руки. Ну, как бы относишься. Вот дождь. Кто-то принимает дождь и говорит, блин, дождь, я не пойду мокнуть. Его решение, твое решение. Ты начинаешь с дождем договариваться. Сильный он или не сильный. Ну, это для тебя. Для кого-то это будет вообще просто лишний повод. А кто-то вообще не побежит даже не из-за дождя, а из-за того, что спать хорошо. Мы не про это. Я помню, в любой дискуссии, Раван Георгиевич, нужен аппарат. Понятийный аппарат. Ну, мы об этом и говорили. Нужен понятийный аппарат. Уже второй раз. Мы с этого и начали. Мы хотим понять, что такое самозащита и что такое самооборона. Зачем? Ну, ты же говоришь, понятийный аппарат. Ну, я и спрашиваю. Ты хочешь понять, для чего? Что будет, вот, ты говоришь, я понял, вот этим инсайтом. Ну, поняв, что такое самозащита и что такое самооборона, я смогу, наверное, так думаю. Неуверенный мужчина должен всегда уверен быть. Он меня бабой назвал. Дай мне ножку беру. Нет, подожди. Разве не ученые говорят, что все время под сомнение надо ставить? Думал, что они говорят, ты же сам говоришь, все относительно. Нет, это не я сказал, ты я. Ну, все относительно, что они говорят? Что хотят, то и говорят. Сегодня они одно говорят, завтра они не будут говорить. Ну, я сейчас вообще перестану вообще ни о чем говорить. И это здорово будет. Ты представляешь, ты познаешь тишину. Поэтому вот в этой сказке, притче, которая тебе сказала, сиди и молчи. Ну, да. Он сказал, красиво. И все, я разрушил все. Я разрушил все. Я вот пришел сейчас, вместо того, чтобы мы просто сидели бы, пили чай и кушали вкусные колечки и парились бы, мы занимаемся. Мозги выносим друг другу, да. Потом это все еще снимаем на видео. И вкладываем. Ну, может быть, мы пойдем попаримся. Да. И это будет правильное решение. В тишине. Продолжим после парилочки. Уже более отдыхотворенные. Чувствуется много...